для того чтобы немножко акцентировать края чтобы было лучше заметно у яичек я взяла вот темно-коричневый карандаш вы можете взять любой похожий например сангину использовать я взяла обычный мелок сангины подольской заточила его ножиком под карандашик то есть можно этим использовать пользоваться у кого что есть кому что удобно желательно контуры делать тем мелком или карандашом то есть тем цветом который у вас будет который у вас будет этот объект предварительно сейчас я нанесу первый слой небольшой обозначу что это у меня вот они яички управление света мы возьмем вот отсюда сюда то есть свет падать будет слева немножечко сверху и сбоку вот так все объекты у нас будут иметь освещение вот я сейчас заложу просто откуда идет свет это так наметочки это ничего еще серьезного никаких серьезных действий не предпринимаю важно понимать что у вас свет на всех объектах рисунка он должен идти одинаково то есть если у вас все предметы вот например рисуете вы с фотографии вот этот рисунок он не из фотографии и он больше даже из головы то здесь нет фотореференсы поэтому я вам в качестве референсы даю результат свои работы то что получилось у меня в итоге вот вы можете его открыть на компьютере в телефоне где вам удобнее и оттуда там смотреть подсказки то есть как я решила эту задачу там и пытаться сделать свою картинку по вот этому уроку вот я разместила цвет таким образом сангину что получилось вполне заметно где у нас тень и где свет падающих теней я пока не делала здесь смотрите-ка яичко у нас такое округлое и у него от светлой поверхности стола будет идти рефлекс в нижнюю часть хотя яички не очень блестящий но тем не менее они часть света все-таки отражают и вот я советую оставить такую светлую полосу это намек себе самому потом чтобы не забыть и не потерять вот все яички обозначили далее у нас идет драпировка и сам вот этот кулич кулич у нас будет желтоватый в освещенной части и темно-желтый в те затененной части от него также немножко он будет рефлекс рефлекс на себя брать от драпировки сзади драпировка от него от кулича будет брать тень и вот здесь будет большая падающая тень от каждого яичка будет тень значит мы начнем кулич сверху он будет белый покрывной здесь он будет немножко серовато-голубоватый потому что тут у нас теневая часть я беру сейчас хочу задать вот здесь цвет кулича и начну я со светлых частей но не самых светлых а вот основа немножко заложу это охра охра желтая буквально вот так вот вот так вот чуть-чуть я закладываю боком мелко лишнее сдуваете если у вас попалась попался такой мелок который травмирует бумагу то есть вы видите что у вас бумага начинает царапаться там какие-то там камушки появляются то такой мелок лучше конечно почистить от может быть у вас как это кружки на бумаге есть до камушки песчинки очень мелкие они хоть и маленькие но не могут нанести достаточно вред вашим рисунку поцарапать бумагу и потом будет это видно в процессе работы вот сейчас я самым светлым вот здесь добавлю я сильно не давлю мне нужно всего лишь показать вот здесь вот освещенное место все это будем растушевывать там вот какая-то грязь попалась это потому что на мелке осталось остался чужий пигмент с другого наука который лежал рядом такого надо избегать стараться у нас кулич цилиндрической формы поэтому вот так закладываем теперь так заложим белый но этот белый у нас будет растушевываться и я положу немножко голубого на вот эту часть глазури все это смешаем может быть даже чуть-чуть добавить вот холодного нашего зеленого-серого то есть вот это вот извините теплый серый это вот у нас холодный голубого ты а это уже холодной серый немножко добавить для объема теперь опять вытираем руки обязательно например есть грязные пальцы да вот этим вы уже растушевывали вот здесь на пробнике поэтому сюда его уже нельзя в тесто желательно использовать те пальцы которые у вас либо чистые совсем для вот светлых мест либо эти пальчики у вас были в чем-то светлым в таком же похожем вот на то что вы хотите тушевать такими вот движениями я растушевываю я не наношу движения вот такие вот чтобы не совсем смешать мне нужно чтобы наша заливочка вот это было здесь светленькая а здесь а темненькая поэтому я их не смешиваю между собой я просто делаю мягкие границы вот теперь значит я беру на тесте вот это вот в тушевую туда задача стоит сейчас сделать подложку под то что мы будем рисовать поверх этой подложки то что у нас будет просвечивать в тесте бумага теплого оттенка была выбрана не случайно специально такая она приятного такого цвета под тесто чтобы нам облегчить задачу если мы возьмем чисто теоретически да можно взять наждачку черную да или там черную бумагу сделать настроение у картинки в целом по готовности будет немножко такое как вот вечер уже пасхального воскресенье жили ночь до или там ночь до когда горят свечи когда какие-то там тени как-то немножко мрачноватое настроение может быть то есть общее настроение картины меняется от того какой фон мы выбрали вот я сейчас задала основной тон у светлой части она будет правда еще светлее это вот как бы подложка получается вытираем мелок то что у нас там какой-то мусор остается это ерунда все у нас тесто имеет структуру неоднородно и поэтому мы смело можем его вот так вот делать наносить пастельку где-то чуть больше прижали где-то чуть меньше у нас получается такого цветлое место тесто она пузырчатая пупырчатая поэтому однородность нам как раз тут и не нужно нужно однородность только в самой подложке сейчас я бы хотела задать вот этот участок может быть немножко фона вот этот участок здесь драпировка у нас белая но белая она у нас будет только в самых освещенных местах буквально вот в этих да все остальное она будет собирать все остальные места будут собирать на себя тень они будут рефлексировать от яичек от кулича вот от яичек и от кулича мы сделаем вот такую вот затенение такое сделаем небольшое добавим сюда светлого чтобы немножко так хочется еще наверное вот этого сюда добавить чтобы немножко у нас в бумагу легче вошло когда вы наносите контрастный цвет на бумагу то мелок он цепляется сразу за выпуклой частью поверхности бумаги и вот эта сеточка которая остается она прямо заметно становится то есть вы травмируете бумагу задача нашего с вами рисунка сейчас урока это сделать такой рисунок легкий воздушный где-то он будет такой пористый поэтому мы здесь не страшно если будут проявляться вот такие вот фактуры краешек листа я посоветовал вот так вот размыть мягонько 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 у нас уходит цвет бумаги здесь нужно терять довольно долго пока вы не добьетесь идеального результата так вот если у вас получилось так что вот здесь остаются такие пупырышки видны сеточка то чтобы исправить положение нужно предварительно вообще нужно было сделать сначала светлым каким-то близким к бумаге не то чтобы светлым на темной бумаге это будет темный на светло светлый то есть каким-то близким к тону бумаги цветом а потом на него уже на растушевку наложить какой-то темный цвет тогда бумага не повреждается и второй способ если вы так сделали случайно и у вас нужно исправить значит берете тоже цвет близкий к бумаге и наносите его достаточное количество чтобы у вас при растушевке все распределилась и сеточка стала менее заметной здесь еще будет добавляться тон потому что это у нас идет затененная сторона вот сейчас я сделаю здесь сначала я не прижимаю сильно я сделаю подкладочку и светлой обходим наши эти вербочки потом я сюда положу голубую голубая у нас очень светлая поэтому она потона нисколечко не повредит бумажку не должна поцарапать чистым пальчиком снова это все растушевываем сначала мы не вдавливаем бумагу наш пигмент а как бы разносим его разносим довольно тщательно и потом уже в конце когда у вас уже везде есть пигменты все места забили этим пигментом вот тогда можно уже вдавливать руки при рисовании пастели вообще у пастелисты должны быть очень подвижны но как и у любого рисующего человека если ваши руки менее подвижны и то у вас сразу заметно что линии становятся как бы такими корявыми грубоватыми где-то вы залезли не на тот предмет допустим до которые хотели рисовать но бывает такое это значит лишь то что в вашем руках не хватает гибкости ее можно тренировать то есть пальцы кисть должна быть все время в движении делайте упражнения какие-то да там мелкую моторику что-то там разминайте чтобы у вас пальцы работали как можно более гибко я задаю сейчас складочку немножечко вот так вот здесь я добавлю светлого все время идет чередование светлая теплая теплая холодная светлая темная то есть все время у нас идет чередование складочки такая штука что они очень как раз нами демонстрируют вот тень и свет и если мы будем правильно раскладывать свет и тень именно в те места где они должны быть то у нас иллюзия складок рисование это и все иллюзия как раз если получится все совпадет я хочу добавить немножко рефлекса сюда буквально чуть-чуть я не надавливаю и теперь очень-очень легкими движениями я разношу возможно сюда в теневую часть нашей драпировочки нужно будет добавить теплого теплого серого но не забываем о том что у нас драпировочка то она белая поэтому она светленькая но тем не менее в тени она будет довольно такая темная на самом деле это все иллюзия что белые вещи надо рисовать только белым данную массу тогда не получится ни объема они каких-то расстояний по передать показать до положения в пространстве если мы будем рисовать только белое белым просто ничего не сможем изобразить вот так вот я подчеркну эту складочку сейчас я пока не вдаюсь в подробности но это сейчас не нужно я просто наношу основные пятна цветовые вот здесь вот у нас будет теневая сторона это драпировочки поверну мелок боком так удобнее быстрее закрывать поверхности до края я не буду доводить добавлю немножко когда вы постояли мало она плохо растушевывать нужно добавить немножечко еще количество желательно это чтобы это был другой оттенок вот можно вот сюда в тень добавить сиреневый это такой вот пепельная фиолетовый или сиреневый кому как это самая тень тихонечко легонечко так вот круговыми движениями можно можно вот такими придолговатыми задача сделать вот что не смешать вот этот с этим участком а сделать так чтобы был плавный переход пока что можно немножечко залезать за границы нашего рисунка предварительного до на предметах пока что по-другому не получится но все равно вынуждены будем залезть и на соседний предмет но стараться этого не делать ну как бы ничего страшного если произошло вот это у нас будет теневая часть здесь я наверное даже еще так вот как-то холодным серым темным это добавлю плоскость стола нужно будет тоже задать желательно сразу и немножко дать фон чтобы мы понимали что у нас за этими веточками кулич у нас еще пока не доделан в нем еще нету самого темного я пока просто раскладываю основу для того чтобы сделать нам стол помним что у нас здесь идет свет с этой стороны с лево направо и немножечко сверху значит стол будет вот здесь в более освещен и вот здесь менее освещен возле темных предметов я оставлю немножко места под тень падающую нанесу белый но так не густо чтобы его можно было растушевать оставляем вот у этого яичка тоже тень вот кулича немножко тени будет у этого яичка тоже будет тень и вот сюда чем ближе мы подходим к краю дальнему тем здесь будет темнее и это темнее будет не особо видно глазу но вот я предпочту наверное использовать как раз вот тут вот смотрите здесь мы попробуем как это будет выглядеть смешаем вполне хороший оттенок получился он темнее нашего белого и не похож на прозрачность бумаги сейчас я распределяю наш белый попробуем инструмент вот такой вот как он действует вполне приятно эта губка продается в магазинах бытовой химии для лица может быть какие у кого то есть специализированные аппликаторы для пастели тоже губчатые таким образом вот растираем губка видите дает эффект очень такого мягкого растирания пальцами конечно этого сложнее сделать будет такой эффект достичь также как и с пальцами с губкой надо помнить что если вы используете ее для белого то нее нельзя использовать для темного то есть вы ее либо все время крутите используйте чистой стороной для похожих оттенков либо вы допустим ее для чего-то одного оставляете остальное уже делаете ну например все светлые оттенки да или все все темные и делать либо поворачивать вот сюда я добавлю еще и сюда вот этого нашего бежево-желтоватого я добавлю в это место теперь я хочу уже пальцами смешать я почти не давлю это буквально вот разношу только пастельку легонечко легонечко вот если здесь посмотрите здесь очень плотно получилось а вот здесь такая решеточка почему потому что здесь мы недостаточно растерли пастель и она не заполнила поры краям предметов я очень тщательно прям с нажатием с таким подхожу в тушевую вот здесь вот я драпировку в тушу и прямо в самый край тут я оставлю место под темную там будет тень от кулича тени от яичка можно круговыми движениями это делать задача втереть как можно лучше чтобы было и светленько и однородно если пастель не хватает наносим дополнительно не снова в тушевую до тех пор пока у нас не устроит качество покрытия близко к яичкам я не подхожу тут у нас будет теневая часть по краям конкретику я не стану задавать советует уже оставить недосказанность легкую это будет более интересно выглядеть нежели мы все в край дорисуем здесь немножко такой мягкий мягкий переход чуть-чуть я ближе подбираюсь к яичкам чтобы сделать небольшую подкладочку туда ее мы потом будем затемнять в этом месте как мы уже поняли с вами если класть контрастную пастель на бумагу то получается такие вот сеточки то есть бумага травмируется и наша пастелька оставляет нехорошие следы те которые мы не хотели бы здесь видеть если это делается специально тогда конечно да можно этот прием использовать но если вы не планируете здесь какую-то рифлюность додавать тогда лучше вот так вот потихонечку постепенно втушевывать близкими цвету бумаги цветами вот таким образом у нас получилось с вами подкладка это у нас поверхность стола она еще будет меняться то есть на ней будут добавляться тени сами яички будут более объемными здесь закладываться будет тени здесь падающие здесь падающие здесь немножко тени от драпировки драпировка будет темнее пока предварительно нас устраивает вот так как есть теперь я бы хотела задать немножко фона так предлагаю здесь использовать какие-то голубые оттенки но их постепенно увести в этот вот абрикосовый цвет для этого вот у нас здесь есть голубой я попробую как это выглядит если я его растушую по моему очень даже интересно выглядит тогда я беру голубой это вот этот по моему был да вот этот вот это рембрандт очень бледный глубинке почти белый и и наношу вокруг наших веточек таким вот боковым боковой поверхностью сильно не прижимаю стараться обойти все вербные шишечки совершенно не важно тут мы их потом будем все равно восстанавливать фон точно так же как и стол будет добавляться в процессе часть вверх сотрется но это ничего страшного нам у нас есть эскиз и мы можем восстановить все как было на эскизе а либо просто отрисовать их заново как как нам хочется во время рисования следите чтобы ваши пальцы были сухими если вы чистите их с помощью влажных салфеток тогда нужно внимательно подходить к этому вопросу что влажные салфетки оставляют в порох кожи влагу и это влага может оставить пятно на работе будет очень обидно если вдруг такое проявится здесь точно так же можно любую сторону вот так любую сторону двигать здесь главное это растащить пигмент и потом уже с нажатием растушевывать его вот делать все то же самое что мы делали на драпировочке края я попробую вот так вот растащить немножечко даже вот видите губка она собирает на себя много и хорошо делать самые последние вот эти тонкие переходы в бумагу уже здесь она слишком много собирает вообще инструментов для рисования много различных даже тех которых не подозревали что их можно использовать всегда экспериментируйте кто-то рисует с помощью ватных палочек даже пастелью растирает кто-то кусочком туалетной бумаги раздирают вот вот ну я сторонник пальцев и также любых инструментов которые мне помогают сделать нужную такую вот заливочку растушевочку например у меня есть силиконовые кисточки о всех инструментах и хитрушках я рассказываю в своем видео на моем канале youtube Екатерина Стяжкина я рассказываю это мастер-класс инструменты и материалы пастелиста также этот мастер-класс предлагается в подарок для тех кто приобрел мои другие мастер-классы и там я делаю обзор различных бумаг поверхностей куда вообще можно пастель использовать куда она хорошо ложится куда плохо какие-то различные секретики по пастели и какие бывают инструменты какие у меня есть какие есть в продаже какие можно сделать самостоятельно это все я там рассказываю показываю тем временем у нас с вами да вот устал палец я проверяю хорошую ли у меня чистить или у меня другой палец которым можно это сделать продолжить я наношу еще чуть-чуть цвета того же самого и продолжаю втушевывать на фоне я думаю что будет неплохо смотреться если у нас я даже вот так вот закрашу я эти веточки немножко на фоне будет неплохо смотреться если у нас с вами будет ребристость вот эта сеточка проглядывать потому что это задает легкость работе когда нету такой вылизанности рисунка гиперреальности его легкая сеточка она нам не повредит сейчас здесь не идеально растушевана это и не нужно если нанести еще больше пастель еще потушевать с полчасика тут будет идеально все но наша задача сделать такой легкий фон от наши веточки с светлыми этими пушистыми почками сейчас как надо соединить я вот так вот круговыми движениями строго по границе стараюсь не залезать но максимально близко подойти пальцами можно тушевать как плашмя так и вот так боком вот этой частью пальца эта часть пальца достаточно тоненькая если вы правильно повернете то вы заметите что у вас линии достаточно тонкие могут растушевывать с этой частью без залезания на другие объекты вот наша база под натюрморт готова можно даже немножечко еще вот яички так вот пригладить пока что они вот такие пупорчатые это ничего страшного это наша основа мы сюда будем добавлять яички будут достаточно плотные я вижу здесь какую-то крапинку я чистым пальчиком ее беру мне в коем случае не тем который только что был на скорлупе